Новое время, Украина, 200 метров от Донецка Новое время страны, Украина 13 июня 2019 года Украинская армия заняла новые позиции по Донецкам Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила, князя Данила Голицкого, примечания редакторов, закрепились на новых позициях в Мариинке Таким образом, теперь расстояние от украинских позиций до городской черты временно оккупированных Александровки и Донецкой составляет от 100 до 250 метров, сообщил офицер бригады Назар Ильницкий в эфире армия ФМ По его словам, в Мариинке уже практически нет так называемой серой зоны Этот план разрабатывался командованием бригады и высшим командованием Такие действия усиливают безопасность для населения, так как оно будет на большем расстоянии от линии соприкосновения Как рассказал в комментарии радио НВ глава пресс-центра операции объединенных сил, полковник Владимир Скоростецкий Пехотинцы оборудовали ряд наблюдательных постов в окрестностях Мариинки Украинские пехотинцы около месяца назад устроили наблюдательные посты И благодаря тому, что они планомерно работали над фортификационным инженерным оборудованием этих постов На данный момент мы имеем полноценные опорные пункты подразделений Фактически они сейчас удерживают эти позиции, отметил Скоростецкий Опорные пункты сейчас в направлении поселка городского типа Александровка Силами и пехотинцев возведены полноценные опорные пункты подразделений Сообщили в пресс-центре АОС Продвижение украинских войск в так называемую «серую зону» с тактической точки зрения Правильный шаг, отметил в эфире радио НВ полковник СБУ в отставке Олег Стариков Однако приведет ли это к положительным последствиям для украинской стороны Вопрос открытый, поскольку противник может расценить такие действия как провокацию Особенно в контексте того, что до 19 июня трехсторонняя контактная группа в Минске должна разработать предложение о перемирии на Донбассе, считает военный эксперт Когда подходили, забирали серые зоны Логика была тактическая, военная Конфликта малой интенсивности Чтобы тебя не обстреливали, ты должен подойти ближе к противнику Пулями только можно, стрелковым оружием или минометами Во-вторых, окопная война приводит к тому, что дисциплина личного состава падает Приводит к определенным негативным явлениям А для того, чтобы боевой дух у военнослужащих повышался Армия должна или воевать, или вести соответствующие учения Отметил стариков Не отвечать на огонь ранее второй президент Украины Леонид Кучма Который снова представляет украинскую сторону в трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Сообщил, что стороны готовят новые договоренности о прекращении огня на Донбассе Группа должна разработать, а на заседании 19 июня, утвердить соответствующие предложения Ранее в Луганской области украинские военные освободили хутор «Свободный», который находился под контролем боевиков Операция прошла без потерь среди украинских бойцов Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует...